Весна потихоньку вступает в свои права. Неудивительно, что первым вопросом в повестке заседания правительства Верхней Волжи стала подготовка к прохождению пожароопасного периода. Напомним, что ежегодно он устанавливается в Тверском регионе с 10 апреля по 30 сентября. Губернатор заслужил все доклады о готовности нашей области. За последние три года обеспечено стабильное снижение площади лесных пожаров в Тверской области, отметил Игорь Руденя, открывая заседание. Прежде всего, это заслуга специалистов МЧС, лесного комплекса, территориальных органов, а также глав муниципалитетов, которые ответственно занимаются подготовкой своих округов к пожароопасному периоду. Напряженная работа на данном направлении уже ведется и в эти первые весенние дни. Проанализировали техническую готовность, есть вопросы по персоналу, которые надо будет решать совместно с федеральным центром. В общем, все готово, задачи поставлены. Во всех муниципалитетах до 10 апреля планируется проверить готовность спецтехники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств. Их основная группировка составит порядка 1700 человек и около 950 единиц техники, а также средств пожаротушения. В резерв включено еще более 1300 человек и свыше 1600 единиц оборудования. В том числе и в мероприятиях задействованы сельскохозяйственные, дорожные организации, энергетики, охоты и недоропользователи. В пожароопасный период будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. В регионе используются все системы мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Это и наземный мониторинг, это авиационный мониторинг, космический мониторинг. Кроме этого, 100 камер видеонаблюдения установлено по области, и применяется беспилотный летательный аппарат. Также для координации работы по предупреждению возгораний в лесах губернатор поручил создать в пожароопасный период областной штаб, в который войдут представители лесничеств, областных, федеральных служб и ведомств, а также руководители муниципалитетов. Все они призваны решить главную проблему, которая возникает в регионе во второй половине весны. Это палы весенней травы, которые переходят в том числе в лес, и, соответственно, основная масса лесных пожаров – это от переходов в суды категории. Соответственно, на сегодняшний день это организация взаимодействия как межмуниципального уровня, так и на уровне МЧС федерального. Поэтому здесь именно на профилактику среди населения. Традиционно на заседании правительства при обсуждении этого вопроса заслушивается доклад руководителя областного гидрометцентра. Пока прогноз синоптиков настраивают на позитивный лад. Засуха не предвидится. Поскольку у нас слишком много воды, пока и вода эта сохраняется, и в почве, и везде, в общем, собственно говоря, запас воды в снеге большой. Пока он меняться не очень сильно стремится. Мы надеемся, что в этом году мы в мае всё-таки не загоримся. Тем не менее, крайне важно обратить внимание именно на профилактику. По статистике, 99% травяных и лесных пожаров возникает по вине человека. Это, прежде всего, нарушение правил безопасности при нахождении в лесах и при ведении хозяйственной деятельности. Глава региона поставил задачу усилить работу с населением. Причём это касается не только весны, но и лета. Когда мы сегодня говорим о охотничьем сезоне, о хозяйственной деятельности в лесу, о грибниках, о тех, кто собирает ягоды, это уже будет в середине лета. Это, конечно, тоже требует очень внимательного отношения к пожарной профилактике. В рамках профилактической работы будет продолжена установка противопожарных аншлагов, рассказывающих о безопасном поведении в лесу. Отдельное внимание уделяет вопросам, связанным с безопасностью в детских загородных лагерях отдыха.